Набираем тысячу лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи и мы продолжаем карьеру нашего игрока FIFA 20 в команде Atletico Madrid. В прошлой серии у нас не все матчи получились удачными, но главное, что мы смогли обыграть мадридский реал в мадридском дерби и, собственно говоря, вырвать три очка у лидера турнирной таблицы. И, наконец-таки, Диего Коста смог забить с трудом от штанги на добивании, но, тем не менее, этот гол принес нам победу и важные три очка в турнирной таблице. Сегодня у нас серия начинается матчем против Локомотива на выезде в Лиге Чемпионов, ну а потом мы с вами сыграем уже в чемпионате, посмотрим, какие матчи там будут. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, влепите лайк этому ролику, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, ну и погнали на нашу первую игру. В Лиге Чемпионов у нас пока что три очка после одной сыгранной игры, ну и сейчас нужно постараться на выезде взять еще три очка, постараться забить и постараться принести победу нашей команде. Мы в последнее время не часто забиваем, больше стараемся играть на команду, которая в последнее время не очень здорово себя показывает. Ну и вот так вот выглядит турнирная таблица. У нас и у Байера по три очка, у Лока и Ювентуса по нуля. Мы в первой встрече как раз таки играли с Ювием, смогли выиграть, ну и теперь уже приехали в гости к железнодорожникам, посмотрим, что получится создать здесь. Пока больше мяч держится в центре поля, первые десять минут команды присматриваются, ищут моменты, вот сейчас локомотив идет вперед, но ничем опасным пока это не заканчивается. Удар по воротам, Пересмолов решил проверить нашего галкипера, пробил с левой ноги не точно, но это первый удар по воротам. В сегодняшней встрече хорошая передача на фланг, сейчас нужно постараться разобраться с соперником. Где там Диего Коста, мы залетаем в штрафную, удар по воротам и мяч проходит рядом со штангой. Первый неплохой момент, но с левой ноги, к сожалению, мы бьем не так хорошо, как с правой. А вот сейчас здорово, отрываемся от оппонента, пытались пробить, удар заблокирован, но нужно поддавливать сейчас защиту Лока, у нас полчаса позади. Удар по воротам, а добить! Казалось, уже все, мы одни перед галкипером и воротами пробиваем, но здорово играет, не знаю, кто там, Гильермо сегодня у Лока. А вот и атака Локомотива и удар. Крыховик пробивал с левой ноги хлестко еще и мяча в газон ударился. Хороший момент. Ну вот, под занавес первого тайма команды обменялись моментами. Очень, ребят, такая спокойная, аккуратная игра с обеих сторон. Моменты были, особенно под занавес первого тайма. Обе команды имели шансы для взятия ворот, но ни у одной из команд так забить в итоге и не вышло. Жамлединов перехватывает мяч, делает передачу в штрафную, но здесь спокойно разобрались защита и Яноблак. Диего Коста забегает, делает скидку. Налимара налево передача. Ну же, удар по воротам, добивай! Какие рикошеты! Ну а вот теперь атака Лока и Федя Смола вбил по воротам. Защитник молодец по откате. Не позволил приложиться как следует по мячу. Смолов убирает мяч в сторону, накручивает. Бьет по воротам, но здесь что-то начал Смолов невероятное придумывать. Он уже обыграл всю защиту и стоило просто пробить, но ему показалось этого мало. Матч закончен, ребята. Нули на табло. Это значит, что если Байер выиграл, то они занимают первое место, мы второе. Давайте посмотрим. Нет, ребята, выиграл Юве у Байера. И это значит, что пока что мы на первом месте с четырьмя очками. У Локомотива одно, у Байера и Юве по три. Сейчас у нас, ребята, выездной матч против Реал Валидолит. Нужны очки. Мы в середине турнирной таблицы. Положение плохое, скажем так. И даже победа над Мадридским Реалом особо нас не подняла. Видимо, все команды сейчас плотненько сидят. И там, да, там есть отрывы буквально в одно, в два очка. Но нам нужно, ребята, побеждать почаще. Ну же! Нет. Там не открылся партнер. Как следует. Но ничего, угловой удар. Десятая минута, ребята. Поехали. Момент. Ну, почему-то не пробил наш второй номер. Пошла подача, а удар поворотом 1-0. Ну вот не знаю я, что происходит. Мы не можем забить, а здесь легко соперник. Совершенно один на 11-метровой. Ему лезет подача. И так получилось, что наш защитник оказался между двух игроков. Реал Валидолит. 1-0. 20 минут позади. И снова Реал Валидолит идет в атаку. Но тут Ян Облак. В этой ситуации сыграл здорово. Диэк Коста. Отличный пас. Один в один мы остались против защитника. Уходим. Ну же! И даже здесь нас опередили. Но не идет игра. Остаются считанные секунды. В первом тайме мы с Диего Костой несемся в атаку. Удар поворотом и мы не попадаем. Ну что происходит с нашим парнем? Я не знаю, ребят. Такое чувство, что создав футболиста уже готового, я его совершенно не чувствую. Ну и пока у нас был момент, мы его не реализовали. Серьезно, вот будто поменяв игрока, я поменял будто и какую-то частичку себя в нем. Если в начале карьеры, да, я чувствовал, что вот он, тот парень, которого я создал, он мчится вперед. Он пытается стать звездой в этом мире футбола. То вот сейчас, играя за этого парня, который типа как бы наш игрок, он все равно ощущается иначе. Хорошая передача. Ну же, а зачем же так на Диего Косту? Он не готов был к такой передаче. Как разыграли! Ну же, вынимай! Какой по-сецки, какая комбинация, ребята! Вот это было действительно красиво. Посмотрим еще раз. И посмотрите, как Коста сделал передачу. Как мы убрали мяч. Это было хорошо. Четвертый гол. 53-я минута. Диего Коста и снова хорошая передача. Ложный замах. Удар в дальний. И только галкипер тащит. Ну, слушайте, Коста-то разыгрался. Как он сегодня хорош. Залетели в штрафную. Передача. И Диего Коста несся на этот мяч. И удар по воротам. Отбивает вратарь. Еще один. Ух, вот это спасение. И Лемар очень классно приложился. Давайте, ребят, последние минуты попробуем организовать атаку. Нужно просто отнять мяч и идти вперед. Но вперед идут хозяева. Реал Валидолит тоже не хочет проигрывать. На подступах к штрафной на коротке раскатывают. Ребята, подача. Яноблак. Играет кулаками. Марата не добрался до мяча. Две минуты добавил арбитр. Вряд ли мы уже, наверное, что-то успеем. Да, ребята, это ничья. Пока не клеится игра. Вроде бы после завитого мяча пошли комбинации. Хорошие моменты, удары. Но выиграть в итоге мы так и не смогли. У нас, ребята, домашний матч против Валенсии. Мы на девятом месте в турнирной таблице. Все очень плохо, печально и не здорово. Да, мы иногда забиваем, пытаемся помочь команде. Но для побед этого ребята мало. У нас начинает потихоньку проявляться сыгранность Диего Костой. Посмотрим, как получится сыграть сейчас. С мадридским Реалом мы показали характер. Мы выиграли с Реал Валидолит. Могли выиграть, но в итоге не решили моменты, которые нужно было решать. Посмотрим, что сейчас будет с Валенсией. Ой, как здорово. Пошла передача направо. Нужно убирать защитника, врываться в штрафную. И сразу бить. И вынимай. 1-0. Седьмая минута. И вот такие вот невероятные празднования у нашего игрока. Стойночка на руках. И наконец-то мы впервые за последнее время открываем счет сами. С левой ноги плотно под перекладину. Пятый мяч. Атака Валенсии по правому флангу на сей раз. 16-я минута. Ваас простреливает и зарабатывает угловой. Опасная передача. Какой пас? И конечно же здесь будет гол. Просто на пустые ворота уже выводили. Кто это? Родриго? Посмотрите, как классно разыграли двоечку. И здесь уже оставалось только в пустой угол попасть. Да, действительно, Родриго. Шестой его гол. 21-я минута. И 1-1. И снова атака Валенсии, но на сей раз Яноблок. Успел выскочить. Забрать мяч в руки и быстренько вводит его вперед. Аккуратный пас на Косту. Вот сейчас Коста! Эх, если бы он попал как следует по мячу без рикошета, я думаю, это было бы очень опасно. У нас, ребята, близко концовка первого тайма. Две минуты добавил арбитр. Они уже практически истекли. И, собственно, пока очень равная игра. Хороший пас на Лемара. Арбитр не свести. Дай довести атаку до конца. Подача! Удар по воротам! И еще будет угловой! Не сказать, что мы создаем мало моментов в матчах. Где-то просто не везет. Где-то какие-то просто бросания на мяч телами защитников. А наши парни вот так вот свои ворота не всегда отстаивают. В общем, нужно. Нужно двигаться в правильном направлении. Сегодня в серии, может быть, да, у нас снова есть какие-то проблемы. Но сегодня меня хотя бы радует то, что у нас начал играть Диего Коста. Он действительно взялся за голову. Пытается организовывать атаки. Удар Косты. Ну вот и попытки его. Уже хоть что-то. Семены, конечно, раздосадованы. Оно и понятно. Такая команда, как Атлетика Мадрид, не должна. Трясись где-то в центре турнирной таблицы. Следующая серия будет тоже непростой. У нас там матч с Байером в Лиге Чемпионов. Они выиграли у Лока. Они проиграли Юве. И, в принципе, с нами, я думаю, будут биться за очки в турнирной таблице. Опасно. Вас с мячом будет ли подача? Подача есть. Отбились. Здорово. И уходим сейчас от соперника. Идем дальше, ребята. Из последних сил несемся в атаку. Забивай. Есть! Саульчик! Красавчик! 75-я минута. 2-1. Гол и голевая передача сегодня. Просто рывок вот здесь. Из последних сил ноги заплетались. Но мы увидели Сауля. И он с 11-метровой отметки сжахнул свой первый гол в чемпионате. Федерико Бернардески выходит вместо Томаса. Ну и что? Может быть еще третий заколотим? Уже чтобы точно победить. 8-9. Хороший рейтинг. Давненько у нас не было высоких цифр, ребята. Ну и вот сейчас действительно мы приносим победу в нашей команде. И снова из последних сил бежим вперед. Еще один удар в ближний. Как же классно это было. Но немножко точности не хватило. Бернардески! Выдал нам голевую! Федерико! Бернардески! И 3-1, ребята. Ну вот хотя бы так. Посмотрите, как здорово он нас увидел. И как классно мы влепили свой дубль. И трибуны поют. Ребята! Радость! Радость! Нашего главного тренера! И шестой гол в чемпионате. Два забитых мяча и голевая передача. Ну вот хотя бы под конец серии, которая сегодня была немножко такой мрачной. Мы смогли взяться и довести дело до победы. Пас пяткой! Ну Марата! Ну тут нужно было забить. Это была просто изюминка на торте. Уже такая вишенка. Но победа есть победа. Три очка, ребята. Непростые. Поддержите обязательно этот видос лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и увидимся уже в следующей серии. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok